Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи Колесниковых. Да-да, вы знаете, обзор, да, на ролик под громким названием шикарный стол, как в ресторане. Света демонстрирует свою скатерть-самобранку, нахваливает саму себя и говорит, у нас шикарный стол и разнообразное меню. Ну, а на шикарном столе перечисляю, что же там есть. Картошка отварная, морковь по-корейски, грибы, которые который день лежат, и их кроме Света и Леши, я так понимаю, больше никто не ест, салат, огурцы, помидоры и просто помидоры. В общем, да, что я могу сказать, по сути, получается опять одна пустая картошка и салаты, и больше нет ничего. А где же обещанный ресторанный ужин Колесниковых, который предполагает наличие не только салатов и гарниров, но и, конечно же, основного блюда в первую очередь? Мясо, курица, рыба. Нет ничего. Нет ничего, друзья мои. Опять, дорогие детки, набивайте животы углеводами и салатами, потому что, как всегда, нет ничего. Поэтому мы потом, знаете, удивляемся, думаем, чего это дети едят как не в себя, забивают животы всем подряд. Так они просто-напросто никогда и наедаются. Я вот думаю, где же котлеты, где же пельмени, где же жареная курица, где мясо тушеное, где какая-нибудь рыба, где вообще основное блюдо, где белок, в конце концов, да, который так необходим особенно растущему организму, но его нет. То, что перед Светой стоит тарелка непонятного цвета, да, грибов, это не считается. Поскольку, когда Света их готовила, она прекрасно знала, что дети ее грибы есть не будут. Да, видно, и не очень они вкусные, поскольку который день, да, есть она даже сама их не может. Ну, а далее, тут же следом, бегом-бегом нарезают арбуз. Понятное дело, никто не наелся после ресторанного ужина, поэтому дальше начинают забивать желудок уже арбузом. Света нарезает, тут же склонилась Анжела, которая следит, не дай бог, кому-нибудь достанется кусок больше, чем ей. В общем, выбрала она себе кусок. Дарина не может дождаться, пока мама дорежет арбуз всем, тут же накинулась, начала его есть. И тут прямо Анжела, наша, знаете, вот воспитанная девочка, говорит в камеру. Фу, он вообще не сладкий. Слушайте, честно, я в шоке от этих неблагодарных людей. Как так можно, да? Вас люди угостили, угостили от всей души. Вы сами фиг купите ни копейки, ни потратите, да? Вам денег жалко? Так скажите людям просто спасибо. Зачем фукать в камеру? Как известно, дареному коню в зубы не смотрят, тем более вас угостили посторонние люди, которые вам вообще ничем не обязаны. Это даже не ваши родственники и не ваша родня. Даже если ваша дочка, у которой культура, как известно, нуль, фукает в камеру, то этот момент, согласитесь, друзья мои, можно было спокойно вырезать. Зачем снимать? Чтобы это, не дай бог, увидели те люди, которые вас угостили этим арбузом, да? Знаете, честно, на месте этих людей, если бы я вот так вот кого-то угостила, а потом вот так вот фукали в камеру, Светка сказала, какой-то он тонкий, да? В общем, Анжелка фукнула и сказала, он вообще не слабкий. Я бы больше таких людей вообще на порог бы не пустила и ничего бы им давать не стала, раз они такие неблагодарные. Даже если люди их угостили, люди понятия не имели, насколько там сладкий, не сладкий. Можно потратить свои деньги, купить арбуз, и он также будет вообще никакой. Вот сколько таких арбузов мы купили в прошлом году, ни одного не было хорошего, кстати, сладкого арбуза. А в позапрошлом году мы покупали арбузы через день, и они были просто все обалденные. Покупали на одной и той же точке. Не знаю, в общем, в этом году еще пока не покупали, жду где-то с середины августа, буду покупать обязательно. Ну, или к концу сентября, потому что, да, можно все же травануться, как известно. Так вот, друзья мои, в общем, возвращаемся, как говорится, к нашим баранам. Прошу прощения за себя. Вот, по поводу Колесниковых. Понятное дело, просто неблагодарные люди, да? Нет, чтобы покупать на свои деньги, как это делают все нормальные люди, как это делают мы, да? Нет, они только ищут халяву во всем, да? Кому бы упасть на хвост, только лишь бы самим ни за что нигде не платить. Вещи на халяву, еда на халяву, вся жизнь на халяву, да? У них же ипотека, но в принципе все понятно. Как говорится, халявщики те еще коих свет не видывал. Ну, а на улице далее, следом уже Никита с Виталиной, бедные рвут траву. Папка дал им такое задание, причем дети делают это голыми руками, без перчаток. Траву такую, которой спокойно можно порезать все себе пальцы, да? Ну, в общем, дети, детей им никоим образом не жалко. Дарина, конечно же, бегает, ей никаких заданий не дают, она носится с лавашом. Ест лаваш, который уже видно сухой, потому что, да, он чуть ли не колом стоит. Я так понимаю, дети все наелись после ресторанного ужина, наелись арбузом, а потом еще и решили запихать следом, как говорится, вот этот вот лаваш, видимо, да. Настя, Настя за оператора, Настя потом пошла на кухню и там дает маме Свете команду. Мама сначала не поняла, она не поняла, что Настя уже ее снимает и хотела по выражению лица, выражение лица у Светы было такое злое. Я так понимаю, она хотела спустить очередных собак на Настю, а когда до Светы дошло, что камера, мотор, поехали, Светочка тут же изменилась в лице, натянула улыбочку до ушей и со словами «Добрый вечер, друзья!» сказала, что сейчас она будет готовить Наполеон, а дальше и говорит «А это торт такой!» Свет, не смеши людей! Дети еще в первом классе, если не раньше, знают, что торт это Наполеон. Да, кстати, это мой любимый торт, но не в светенном исполнении, естественно, точно, поскольку у нее коржи будут из лаваша. Далее Анжела, далее Анжела делает нечто, друзья мои. Слава Богу, нет, она делает не Наполеон, она намазывает, видимо, вот эти вот лаваши как раз-таки на очередные рулеты, потому что они поели после ресторанного ужина, они были очень сыты, видимо, потребовались им рулеты очередные, и делает это просто голыми руками, да, размазывает кетчуп по лавашу, прямо как и мама делает это голыми руками. Ну, и честно, я очень надеюсь на то, что руки она сегодня мыла хотя бы один единственный раз, и то хорошо. Света тут же говорит Анжеле, ну, в принципе, ты можешь это сделать и ложкой, на что Анжела, в принципе, не обращает на маму никакого внимания, берет дальше, зачерпывает своей рукой вот этой вот майонез, и также сверху кетчупа размазывает еще по лавашу и майонез. Держите меня семеро, да. Никита, Никита просит разрешение у мамы сорвать яблоки с яблони. На что Света говорит? Надо спросить у папы. Никита возмущается и говорит, мам, да яблоки уже гниют, Светка стоит все равно на своем и говорит, ты не понимаешь, если они валяются на земле, то может быть, а так просто они могут быть червивыми. Честно, я вообще первый раз такое слышу. Я первый раз слышу, что дети, люди вообще, да, не могут спокойно подойти и сорвать в собственном саду, на собственном огороде яблоки с дерева, да, или какие-то ягоды с куста или еще что-то, и для этого надо просить разрешения родителей. Леш, да кто тебе после поверит, когда ты будешь говорить в очередной раз, что твои дети едят что хотят и сколько хотят? Нет, нет. Твои дети вынуждены спрашивать, можно ли сорвать яблоко с яблони в собственном доме, да, в собственном, как говорится, на собственном участке, на собственном огороде. Правильно, Свет? Пусть лучше эти яблоки сгниют к чертовой матери, но детям вы их не дадите, детям они и достанутся. Что я могу сказать? 5 баллов, Колесникова, настоящие вы родители. Будите только своих детей. Я так понимаю, сами, когда вам надо, с Лешей вы ни у кого разрешения, конечно же, не спрашивайте и спокойно едите все, что вам заблагорассудится, все, что вы хотите. И овощи, и фрукты, и мяско, и даже те сладости, которые высылают сердобольные зрители вашим деткам, да, как-то так. Друзья мои, в общем, вот такой обзор, как говорится, держите. За что купила, за то и продаю. У меня на сегодня все. Всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока!